всем привет с вами алис канабеля лапсинга канах и землетрясениях начинаем обзор солнца как обычно включаем наш кинотеатр и смотрим что происходило за последние два дня и мы видим что активность больше в районе часа 2 и 3 4 причем в конце там похоже что-то было на какую-то вспышку идет еще сейчас прокрутим вот видно здесь на четырех часах какая-то вспышка вроде бы плотная но размер небольшой то есть выделение немного как-то в последнее время солнце неохотно делятся плазмой с окружающим пространством даже непонятно с чем это связано последний кадр показывает здесь на четырех часах довольно-таки мощная такая вспышка и судя по всему здесь выброс был и вот интересно такая структура да здесь какая-то как запятая какая-то необычная фигура давайте посмотрим что у нас показывают технические данные м2 и 36 было наибольшая за последние 24 часа и она же за последние часы вышла на м2 и 36 вероятности c класса вспышек 99 процентов м класса 35 и x класса всего лишь один процент да то есть какое-то очень странное соотношение между м и x классами ну ладно смотрим нет этой вспышки видно что в базе данных не попала на еще и последние 33 61 c 9 и 3 было также 59 63 зоной 66 зона давайте смотреть что это за зона так ну 63 это вот с большим пятном на нее все внимание 61 ну вот это между часами двумя она была ответственна за выбросы в принципе она нам уже не так страшно да 33 67 прямо на нас смотрит 62 вот это как гламерат этих зон тоже от нас отворачивается но впереди похоже здесь вот на восьми часах новая активная зона скорее всего здесь выдадут номер 33 70 уже сегодня посмотрим завтра тогда как вот дела обстоять но сейчас мы смотрим статистику 11 активных зон и всего лишь 59 5 то есть количество 5 не такое уж большое для такого количества зон видно что только вот три 61 зона она бордового цвета 13 5 содержит еще 66 67 по 10 штук ну посмотрим там новые зоны подворачиваются вот они видны в другом диапазоне здесь точно есть пятно и такое ощущение что она уже даже готова к вспышкам здесь видите какое-то напряженное такое состояние посмотрим давайте теперь на дыры а дыр нет видно что дыр совсем нет но вот здесь вот активная зона и рядом с ней что-то какое-то подобие дыры пытается сформироваться здесь протобиральность есть и вот такая вот арка мощная опять же между восьми и десятью часами где-то вот так вот на солнце сформировалась так давай теперь вернемся на землю и посмотрим что у нас геомагнитная обстановка все прекрасно смотрите все у салатов и зоне и который вот выброс до нас долетел он доходил четверки а только уровень то есть это был солнечный ветер из дыр на солнце практически то есть вспышка вообще не дошла ничего не было там никаких выделений серьезных прогноз тоже остается все в салатовую зону все тихо все спокойно а теперь переходим к вулканам у нас так и остается 55 вулканов при норме 40 то есть очень такое повышенное состояние с вулканами на нашей планете ну давайте посмотрим какие вулканы занимали внимание это уби нас в перу вот здесь вот довольно-таки красочные извержения происходили затем побокати петель в мексике там просто такие столбы пепла над столицей мексики выбрасывались питон дала фурне здесь жидкое извержение майон там тоже семеро там были сходы лохаров если вы видели там прошли мощные дожди в индонезии и лохара произошли ибека ибека сегодня 10 июля выкинул два километра над уровнем моря распространилась пепел на пять километров угрозы для населения нет вот такой вот вердикт вынесли локальные службы ну что можно перейти дальше давай теперь сейсмичность посмотрим всего у нас 47 землетрясений магнитуды крупных землетрясений за последние семь дней произошло за последние сутки мы видим оранжевого цвета и довольно-таки много интересных землетрясений смотрите 51 вот здесь вот в исландии то есть исландия такое ощущение что количество потихонечку переходит в качество если раньше там был рой землетрясение максимальной четверки были то теперь пятерки пошли то есть помню потом будут перед извержением судя по всему там целые череды пятерок и потом в итоге большой бум и пройдет так вот это вот 54 на прошлой неделе разбирали просто посмотрел еще раз что это за землетрясение япония 49 на глубине 51 километр произошел затем чуть южнее вот здесь вулканические острова 5 1 на глубине 10 километров это северный суматры 5 и 4 на глубине 54 километра сметки и цифры красивые 5 3 у вануату на глубине 10 километров 48 тоннга на глубине 52 километра и кермандек новой зеландии пятерочка на глубине 31 8 километров то есть видно что в основном такие средние глубины сейчас у нас давайте посмотрим теперь фокус на что у нас с американской базы данных мы видим двоечки в южной аляске здесь на границе с канадой штук 20 их на гавайях в районе десятка вот здесь северная калифорния довольно активно но и южная на границе с мексикой вот это интересное землетрясение к чему это монтана 30 на глубине 9 и 3 километра совсем недалеко от елустона в околохоме 21 на глубине 12 километра и вот здесь вот на востоке 2 и 2 на глубине 4 и 7 километров ну также мы видим районе puerto rico довольно крупные серии сейчас происходит вот 39 она глубине 73 километра давай теперь посмотрим европейскую базу данных что здесь у нас интересного происходит в исландии мы видим что 5 1 на глубине 6 километров и более фокусный рой смотрите если первоначально там был широк вот сюда в океан заходила сюда куда-то уходила то сейчас четко вот сфокусировалась на и реке нессе здесь еще троечки 3 3 3 2 вот так протекает как меняется ситуация то есть интересно идет распространение по ширине такой фокус на потом концентрируется непосредственно месте прорыва потенциального азорские острова 3 и 8 на глубине 4 километра 20 здесь ну тоже такая вот серия наблюдается ольга шалома пишет я слушал прогноз астролога на июль и она сказала что может быть происшествие которое вызовет массовое отключение света или проблему с онлайн-системы предупредил чтобы были деньги на руках я сегодня на всякий случай наличку сняла спасибо большое орга за предупреждение ну вообще это надо как бы в нашем мире постоянно держать под рукой потому что непонятно да сейчас очень очень все может быть внезапно резко в один день какие-то изменения произойти вот про это пишет роллер и юмор шутки но он пишет про как это капитализм и про гонку за капитал и соответственно в качестве гонки им нужно развитие и поэтому надо два-три миллиарда так сказать принести в жертву это не денежные средства но проблема в том что у них уже все есть да вот этот цирк двухлетней давности показал что на чем-то все там посаженные доряженные посажены и тогда еще удивлялись там кто-то премьер-министр не знаю бельки не помню какой страны конкретной европейской в кулуарах честно сказала что мы читаем то что нам дают понимать озвучиваем точнее то что нам отдает проблема в том что хотят абсолютной власти и вот как раз погоня за наживу вот это вот черта она в данном моменте играет позитивную роль потому что не дает этому процессу произойти быстро слишком много внутренних вот этих каждому хочется что-то ухватить отхватить отгрызть и в норку спрятать и в итоге эти процессы тормозят так сказать генеральный план развития так юзер и 47 у пишет доброго времени суток хотелось бы узнать и илстонская кальдерия ну мы с вами наблюдаем за ней внимательно периодически там происходит двоечки-троечки но пока никаких серьезных изменений нет леди класс клап пишет алекс прокомментируйте пожалуйста землетрясение вблизи листы там разве бывают такие магнитуды как думаете откуда это идет вы знаете эти землетрясения возможно в калмыкии это происходит со стороны кавказа каспийского моря туда поднимается так раздан 81 пишет спасибо алекс что как-то странно исландии азора канары где-то будет извержение плитам нужна разгрузка энергия накопилась я оставлю что в исландии будет извержение они онлайн камера поставили новый но любят извержение пряти для них как какое-то событие в их тамки искать скучном мире скучный быт у них все практически одинаковые за дня в день и краски одинаковые и в общем то знаю это на любителя такая жизнь поэтому когда происходит такое красочное событие естественно это для них совсем все меняется канара до гибралтар у нас здесь немножко в перене и италия центральная вот здесь причем есть и средний глубины 2 и 6 на 45 километров глубокий в теренском море 2 и 2 на 230 километров и у сицилии 2 и 3 на глубине 61 километр мелкая активность словении есть у нас сербии 2 и 8 на 5 километров боснии герцеговина 2 и 6 и вот так вот очень очень плотно у нас опять в греции смотрите особенно в центральной части здесь двоечки в основном 10 километров глубина но есть 3 и 5 10 километров 3 0 на глубине 36 километров у крита здесь 2 и 9 5 километров и 2 и 7 вот алексей покровский пишет алекс спасибо да что-то в эгейском море оживление хорошее пошло алекс как на ваш взгляд активность тибете не может спровоцировать кучность землетрясения в такломокане знаю многовекторность направления оттуда можно предположить что будет нехилая разгрузка в несколько некоторых регионов континента в будущем заранее спасибо всем здоровья добра и позитива на выходные дни но имеется ввиду давайте перелетим сейчас из турции события вот здесь вот так ламакане но мы пока что не видим кучность большой да наоборот мы сейчас видим на довольно большом расстоянии друг от друга 44 здесь наглубня 8 километров в кинди куш и 41 наглубня 130 километров в восточном кашмире 47 наглубня 23 километра вот плотности сейчас как ни странно это вот черноморский бассейн и вот как раз западная европа мы видим здесь проявление 33 у побережья сирии опять эта семерка прослеживается четко в турции затем давайте посмотрим я внутри 4 наглубня 70 километров восточная индия здесь на границе с бангладешем 3 двоечки так но вроде бы в сибири как ничего нет согласно европейской базе данных камчатка тоже не молчит вот у нас около ханси в японии 49 наглубня 46 километров 44 наглубня 58 километров 38 наглубня 40 километров и 46 наглубня 70 километров так давайте о все европейская база данных сдулась знаете если раньше на только новую зеландию выключала то сейчас она выключается практически уже в индонезии так даже в то на уровне тайване это мои вулканические острова смотрели 5 1 10 километров у тайване вот у нас 46 наглубня 23 километра южный тайвань 46 наглубня 10 километров северные филиппины здесь есть и средней глубины и не глубокие и в общем-то по всем сторонам острова 3 9 на 20 километров здесь 40 наглубня 5 километров центральной филиппины небольшая активность южных филиппинов и вот холма хера 42 наглубня 218 километров так сулавеси по северной части в основном средней глубины здесь идут минахаса здесь 427 километров ну вот макасарском проливе 27 на глубине 10 километров что-то там зарядилась хочет закрыть этот пролив 54 наглубня 50 километров у суматры да это мы видели средней глубины 45 и чуть южнее мясо здесь 37 наглубня 25 километров смотрим австралия это просто поразительно да какие баги как долго они живут меня поражает в excel и знаете там некоторые баги от как он был девяносто третьем году так они сохранились понимаете вот так и остается история этого какого-то маразма у явы у нас здесь вот активность 41 40 наглубни 27 километров троечка есть неглубокие все это восточных островов субава здесь 30 63 километра 2 и 9 10 километров так в ну а то 5 и 3 наглубни 10 километров тонкой 48 наглубни 46 километров и кермандек 50 наглубни 25 километров чудо новой зеландии ничего не показывает ладно переходим африка ничего нет или она опять не работает до что ты будешь делать как тяжело работать европейской базы данных но там получается самые полные данные сейчас понимаете вот так вот всегда по жизни как говорится полно чемоданов без ручки 40 наглубни 127 километров здесь и до южная аляска 35 к диак здесь но и мелкие на олевудских островах так что-то сша опять да это же вообще уже невозможно стало работать так сша оклахома мы видели да здесь калифорния ну вот в калифорнийском заливе 42 это уже мексика 42 на 11 километров и вот боя здесь 37 наглубни два километра давайте смотреть что здесь мексики атипичное расположение здесь очаги такие в районе калимы вулкана 36 наглубни 8 километров это михоакан здесь 1741 магнитуда 17 глубина этого капульки здесь 38 средней глубины 41 на 16 километров так вдоль побережья неглубокие и вот здесь на манере и материке средней глубины и глубокие в никарагуа у нас 44 наглубни 35 километров так вот порта рико мы разбирали даже твергинские острова 3 9 наглубни 73 километра 3 3 3 7 на север здесь домеиканская республика 20 километров и рой двоек у порта рико так север колумбии давно не было здесь 42 наглубни 73 километра центральная перу 4 2 118 километров 37 наглубни 10 километров и южная перу 36 наглубни 10 километров вот распределение чили аргентина примерно с классическая да вот здесь очаг с глубокими здесь средней глубины в океане вот у нас не глубокие 2 и 8 наглубни 34 километра магнитуды небольшие каким бы 41 57 километров а вот у сантьяго здесь 5 7 наглубни 101 километр то есть средней глубины характерные для ант но так ощущать ощутимо уже до 5 и 7 уже ощутимая и посмотрим выйдет ли здесь на поверхность и 2 и 8 наглубни 13 километров это уже их ближе к южному чили и там же в океане 3 3 на глубине 15 километров так вроде бы мы все посмотрели но мы сейчас еще перепроверим через монитор землетрясений вот у нас что говорит о швейцарии швейцарская база данных говорит что так вот и в германии и во франции происходит землетрясение ну и в самом швейцарии здесь на юго-западе в районе всего на вот этого да здесь видно активность мощная и вот так вот прилегающие франции германия здесь так и продолжаются мелкие землетрясения смотрим теперь монитор землетрясения согласно монитору землетрясения 152 землетрясения 2 и выше за последние сутки при норме 150 ну вот в укан киллера вот это 5 и 2 глубина 37 километров показывает и крисовик киллер и крисовик но четко на этом реке неси правда здесь показываю чуть 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 сильнее этот сна и фельд со снежные поля какие-то там двое 2 и 7 здесь азорские острова 384 километра 31 на 2 километра тоже неглубокие очень ну средиземноморья также как европе вот разница в районе казахстана 31 сибирское отделение ран сообщает без указания глубины вот так ламакана смотрим 48 тоже сибирское отделение ран сообщает кыргызстан 42 на глубине 269 километров хотя вот эти емси чуть непонятно откуда не берут они данные 44 45 на будем 91 километр вот кашмир сходится 47 25 километров и 368 километров так смотрим теперь япония что здесь интересного мито вулканов никаких нет вулканические острова эти глянем 32 километра вообще нет никаких указателей в тайване вулкан 080103 затем вулкан 080102 это южный тайвань давайте посмотрим филиппины здесь манилу пинатуба вулкан указали вулкан полк долл куэрн из-ден-эграс 31 на голове 16 километров и вулкан балла тукан это все южные филиппины сулавеси давайте глянем здесь макасар макасар амбон но все все не в тему все за 600 километров каких-то 42 тоже с амбоном почему-то но вот сдавал здесь 30 на 35 километров подвязали так суматра не связано ни с каким вулканом ниас здесь брония вы только за со столицами с крупными городами связывают несколькими природными объектами амбон опять же смейте этот в ну а то 5 и 3 на глубине 10 километров порт вилла вот вулкан не а тупу тапу 48 на 52 километра это тонга и кермандек ни с чем не связывает так но зато у нас не новая зеландия появился в отличие от европы здесь 35 278 километров 31 194 километра ухта и 36 23 километра то есть вот такая вот череда сверх глубоких землетрясений но тарктид ничего нет в африке тоже подтверждается ничего нету здесь вот аляска с анкориджем до связывают все с анкориджем так о знаете штат монтанов здесь привязали супер вулкан и лостон 30 на оглубь и 9 и 27 километров так что вот юзер и 47 вот вам и ответ о состоянии еллстона и вот clear lake это на западе сша в калифорнии это остров тартуга вулкан 4 2 на глубине 11 километров мексика парикутин здесь 3 2 на глубине 12 километров 4 1 на глубине 2 километра счет парикутин в последнее время очень очень активен несколько месяцев 4068 здесь но здесь все смех связывают за тысячи километров с мексика никарагуа 44 66 тоже со столицей связывают сальвадор то есть не хотят работать ребята связывают с вулканами 42 на глубине 72 километра это богата колумбия до населенный пункт шарлотта амалия порта рико и виргинские острова да так перу 37 на глубине 10 километров и 4 2 118 тоже связывается столицей а вот это необычно смотрите уругвай 5 и 5 на глубине 5 километров да уже бы была бы лента вся заполнена там качающимися посудами все если бы это произошло между буэнос-айресом и уругваем на такой глубине похоже на фейк 5 и 6 на по месту один километр и 33 на глубине 15 километров но давайте глянем это когда произошло 9 июля ну конечно было бы уже полностью вчера если вечером произошло уже все ленты были бы в качающих сетях там в самом буэнос-айресе там русскоязычное население очень крупный диаспора все было бы уже подтверждено фактами ну что на этом все с вами был алекс канабель лабжи отличного поражения